Я расскажу немножко про свою работу, которая называется «Комплексно-факторная теория стоимости». Теория стоимости, всем известно, этим работам по теории стоимости человечество задумывалось давно и долго, уже временно исчисляется буквально тысячелетиями, но до сих пор этот вопрос интересен, значит, он не решен. Возникают все время вопросы у людей, и я попытаюсь на них ответить, возьму на себя эту смелость. Значит, стоимость, в общем, как понимал всегда, это то, что делает товары с измеримыми, то, что позволяет определить параметры обмена, его параметры обмена определяют либо цену при купле-продаже товара. Эта стоимость, в общем, основными, исторически так сложилось, что основными выплыли две теории стоимости. это стоимость трудовая, которую называли многие ученые, и, как бы, последним сказал слово «Маркс» в этом слове, это вторая, вторая – это теория полезности. Если теория полезности, да. И если теория стоимости трудовая берется в основу соизмененности товаров, это ложных товаров, количества труда, или тракцуются как затраты на производство этого товара, или времени, там, общественного необходимого, то в теории полезности она определяется полезным эффектом, который потребителям, так сказать, реализуется или ожидается к реализации. Обе эти теории, как бы, не позволяют ответить на все вопросы, которые привлекают людей, поэтому постоянно идут, до и до сих пор идут постоянные вопросы, а почему так, а почему это не соответствует ради реальной жизни этой теории или этой теории, и поэтому сюда идут дебаты везде, и на всех, в том числе и на конференциях, и на семинарах, и в интернете. Очевидно, что многим понятно, что желательно объединить эти две теории в одну, и в этом, вроде бы, по той информации, которая известна, и в центре интернета, и по литературе, такие попытки делались, но как-то они не выявились во что-то реальное и в окончательное, какие-то слова о намерениях, и более, по сути дела, нет такой теории, которая объединяла бы обе эти теории в одну. А это было бы естественно. Почему? Потому что, на мой взгляд, естественно, что когда человек производит обмен или покупает товар, он в своей оценке покупаемого товара ориентируется и не только на количество труда, которое задержано было на производстве этого товара, но и ориентируется на пользу одновременно, которую этот товар ему принесет. И ориентируется на ряд других факторов, менее значимых, но они тоже есть. Есть, допустим, кроме труда, есть еще, допустим, влияние государства и всего, всякими там процентами, которые обязаны быть включены в затраты на производство товара. И поэтому, на мой взгляд, очевидно, что человек, который осуществляет сделку, он всегда, каждый стороной этой сделки оценивает товар, который он выбрал для покупки или обмена по ряду параметров, не только по затратам, вложенных в его производстве, или по полезности. Он оценивает это комплексно, и в эту комплексную оценку интуитивную, интуитивную оценку, в каждый входят это факторы труда, как группа, факторы полезности, как группа, или как группа другие факторы, многие другие, в том числе даже криминогенные факторы. Бывают ситуации, когда человек вынужден, в благодарении обстоятельствам, делать обмен. Встает только вопрос следующий. Если стоимость, как я ее называю у меня, в моей теории, комплексно-факторная, стоимость НШЦК, значит, стоимость комплексно-факторная, состоит из суммы ряда факторов, то может ли она, конечно, быть определена? Естественно, что эти факторы имеют разные единицы измерения. Допустим, факторы труда измеряются у одних, а факторы полезности у других. Причем они внутри, даже и каждая группа, могут измеряться по-разному. То, что касается третьей группы, другие факторы. Как можно это дело оценить человеку количественно? Естественно, никак. Он и не оценивает эти факторы количественно. Он оценивает, он производит сделку, как бы сказать, ориентируясь на ощущение, знание рынка, которое он знает, знание информации. Но, тем не менее, есть объективные, значит, поэтому я, например, стоимость определил, да. Что это такое? Стоимость комплексно-факторная. Стоимость – это абстрактный качественный комплекс, являющийся суммой многообразных качественно оцениваемых сторонних факторов, определяющий обмен или куплю продажу товаров, материализующийся на большом массиве общества и рынка по каждому качественному оценю второму фактору или их сочетаниям через общественное сознание, в цену товара или соотношение приобмена. И происходит эта оценка посредством механизма формирования цены товара в соответствии с определенным механизмом, который я сейчас расскажу. Как это происходит? При этом происходит как бы восхождение от абстрактного к конкретному. Если рассматривать стоимость абстрактной, к конкретной цене. То есть происходит по этому механизму, который я сейчас скажу, как он происходит, он достаточно простой, очевидный. Процесс восхождения от абстрактной стоимости к конкретной цене товара и к конкретным параметрам обмена товара. Значит, из того, что я сказал, значит, понятно, что существует общественная стоимость, которая формируется на масштабе рынка, и стоимость индивидуальная, которая определяется параметрами единичной сделки. Отсюда также следует, что, собственно говоря, выдерживается тот, так сказать, постулат, который определяет, что такое стоимость. стоимость, это причина следственного следствия какая? Стоимость, это причина, естественно, параметры обмена следствия. Поэтому стоимость, это и есть аргумент, а параметры обмена, это функция. Некоторые почему-то, вот сейчас я, например, встречаю в интернете, некоторые заявляют, что стоимость, это, допустим, чисто миновая стоимость, как ее трактует там в капитале, так то есть, а обычно такой стоимости вот в этом пойти нет. Это неправильное определение, почему? Потому что тогда получается, что параметры обмена, именовая стоимость, это соотношение параметров обмена, параметры обмена определяют сами параметры обмена, понимаете? То есть, получается, что как Милхавридин сам себя тащит в заволосы из волокна. Нет, в членстве следственного следствия. В этом, значит, общественно-факторная теория стоимости, значит, предполагает, как я сказал, значит, равенство к комплексу факторов, значит, тогда получается следующее, что эквивалентный обмен, вот в теории трудовой стоимости, эквивалентный обмен рассматривается как обмен с равным количеством труда, вложенного в товар обменевый. Комплексно-факторная стоимость, она определяет по-другому эквивалентный обмен. Это обмен по комплексу факторов, поэтому, значит, в ней факторы труда могут быть разные. Допустим, в одном товаре фактор труда условно 5, а в другом товаре фактор труда 7. Как фактор труда, это, конечно, по качеству давления. Ну, условно, можно так сказать, да. Допустим, там, ну, или калорий, количество времени, да, можно так определить. Значит, факторы труда различные, но обмен произошел, потому что там, где, вот у той стороны, у которой факторы туда меньше, ему нужен этот товар. А у того фактора, у человека, у которого факторы туда больше, он вынужден покупать этот фактор товар с меньшим количеством труда, потому что он тоже... То есть он должен все-таки вам? Да, он, он, а что же делать? Он, допустим, он даже понимает, что в том товаре труда больше уложено, да, то есть меньше уложено, но я все равно должен уезжать, потому что мне он нужен, он мне полезен. Потом, когда, может быть, параметры тогда различные, а человек, который хочет купить, обменять товар на свой товар с большим количеством труда, меньший, он учитывая, что тот товар, возможно, в будущем будет иметь цену в два раза большую. Ну, допустим, обмен ее денег, предположим, или драгоценности, да, он знает, он предполагает, что цена золота, которое он обменивает, ну, предположим, каких-то других вещей, она выросла. То есть у вас получается обмен, и не всегда взаимовыгодная операция? Нет. Человек, который понимает, что по самому делу он в этом обмене проигрывает, тем не менее меняет все. Он проигрывает. Да. Street soitcoin. Оно рыдарное м SpyMA? Поделjours народу, если больше не выбирает� фукан話, он вырослеен, я, например, в данном итоге наиболее цифровке логиках Ее цифры, пусть с ним можно придумать, которая выйдет во главных галерах Thanks a lot. Это вообще цифра на tunes, да? Да. У них сделать каранEM-, это тоже, параметры. Они не различны. Стоимость, еще раз повторяю, это у меня абстрактный, качественный комплекс, который в голове человека создается. Он создается из факторов труда, факторов полезности и других факторов, которые воздействуют. Но человек, чтобы как-то рассчитывать на то, чтобы получить прибыль, или как-то свои издержки хотя бы окупить, он не должен как-то к какому-то фактору его привести единому? Вот я вам просто рисую такой пример. Я знаю, имея товар у меня с большим количеством труда вложенного, я меняю на меньшее количество труда, зная, ориентируясь на то, что он через полгода станет дороже моего товара. Понимаете? То есть, я ощущаю пользу, ну как, я знаю, что доллар купленный сегодня, за меньшую цену, предположим, я знаю, что через год он станет гораздо дороже. То есть, это как бы субъективность какая-то, да? Тут нет никакого закона. Нет, дайте, дайте, пойдем еще дальше. Я просто объясняю, что стоимость, это комплекс факторов. Ну, что стоимость, комплекс факторов, к этому нет никаких возражений. Ну, хорошо. Но единственное, что всегда к чему-то приводится, к какой-то меню, общему для всех. Да, вот сейчас мы сейчас поймем к этому. Не только таким способом, на самом деле, вот этот весь комплекс, будь он там многословный, такой уход. Это когда у цене происходит. Да. Вот и сейчас к цене придем. Сейчас придем. Как это, значит, у человека создаётся, значит, вот так, происходит так обмен, да? Теперь, как же сама цена создаётся из всего этого? Как абстрактные стоимости надо перейти к цене? Как это делается? Как это происходит? Ну, я не сказал про эквивалентный, что такое эквивалентный обмен? Другой. Значит, если эквивалентный обмен, еще повторюсь, надо скажу, в тридцатовой теории стоимости эквивалентный обмен при равенстве труда, то в той теории, которую я предлагаю, эквивалентный обмен, он равен, соответственно, сумме факторов, равенству суммы факторов, понимаете? Условных факторов, которые создаются только внутри головы, у человека. Это всё понятно, но всё равно, и пианика создаётся ценой. Значит, получается, что это эквивалентный обмен, в моей теории, он вообще любой обмен, который произошёл. Любой обмен есть эквивалентный. Вот непроизошедшее, если в две стороны говорят, пытаются сделать сделку произвести, и не производят её. Вот они в этом случае, она нужна, потому что обмен намечался неэквивалентным. А все обмены, произошедшие, есть эквивалентный по сумме факторов. Теперь дальше, значит, переходите к цене. Значит, как же цена она определяет, как, значит, возникает цена? Ну, для того, чтобы я сказал, что она, значит, есть механизм преобразования абстрактной собственности, стоимости качественной, в конкретную цену. Пустя, я известному процессу восхождения от абстрактного к конкретному. Значит, сама цена, я её записал, записал, как сумма трёх слагаемых. Это следует, собственно говоря, из формулы стоимости товара капитала МАКСа. Где у него С плюс, если вы знаете, да? С плюс В плюс прибывающий СО7. И в этой формуле строго соответствует, собственно, структуру цены. Это затраты без зарплаты, которые собственник средств производства понёс без зарплаты. Плюс зарплаты на дуру рабочего, плюс прибыль, да? Без слов, слоимость. Это вот в денежном выражении, да? Это цена. Она стоит из трёх слагаемых. Затраты, ну, по-моему, это... Да, это по-моему, это стоимость. Затраты? Да, затраты, стоимость труда или ваше стоимость, да? Да. Так, у марта в этом выражается стоимость. У него выражается Ц, это затраты. А Ц, это стоимость капитала. В, В, это стоимость рабочей силы. И прибыль. Мы, это прибывающая стоимость. Как я вам говорю, а цена определяется... Затраты, плюс спросом и предложением. Она уже чуть-чуть выше, чем мне. Я же не понял. Значит, затраты без зарплаты, плюс зарплатная плата, плюс прибыль. Вот такая формула, которая... То есть, в основном, у Китая, то есть формула стоимости марта. То есть, правильно ли я понял, что вы здесь, в отличие от марта, называете последний третий слагаемый прибыль, а не прибавочную стоимость? Да. То есть, вы не в это вкладываете какое-то содержательное... Ну, я в этом вкладываю, чтобы четко, так сказать, четко расстелять цену от стоимости. На оценке, видимо. Цену от стоимости. А вообще, по марсу уже прибыль есть трансформированные прибавочные стоимости. Процент трансформации есть. Ну, чтобы это вот дело, да и тавтология, и мифология, я просто сделаю, скажу, прибыль есть такое. По этой стоимости, в цене нету. Есть прибыль, есть зарплата, есть затраты. Денежного рождения. А стоимость по марсу, это вообще-то непонятно что. Потому что, когда он считает стоимость по своим уровням, C плюс V плюс M, значит, он пользуется чем? Ценами и зарплатами. Это же нелепо. Нелепо называть стоимостью и определять ее... Ну, пускай, нет, называть стоимостью можно, C плюс V плюс M. Но определять ее через зарплаты и прибыль, по-моему, это нелепо. Потому что сама стоимость по марсу, она не определяется. Она тоже, ее невозможно определить. Это, собственно, уже общее место всем известно, что по марсу стоимость не определится. Что такое стоимость по марсу? Это овечисленный, абстрактный труп. Обстрактный, непростой. Овечисленный, абстрактный, непростой. Ну, а ты кто? Никто не это читать не умеет, и никто не знает, как это делать. И до сих пор никто не считал. Вообще, это мифология, чувствую. Когда берут и пытаются привести сложный труд к простому, и считают, что простой труд, это и есть абстрактный труд, но это, блинте, по-моему, это не выдержит никакой критики. Но, с другой стороны, все заводы, с которыми имел место, они всегда себе стоимость рассчитывают из понятия, так называемого, норма часа. Нет, ну, это, во-первых, значит, они стоимость... Это считается адекватным, ухорошенным адекватным моментом. Вот у нас, мы хотим, завод выпускает продукцию А, а продукцию Б. Как их соотнести, с точки зрения самого завода? По-моему, часу они считают. Вот нам столько-то потратилось, за столько. Ну, то есть, казалось бы, со временем мы не работаем. И здесь есть только отраженный смысл. Нельзя же сказать, что это совсем не как штаб, конечно. Вот куча заводов это делает совершенно образно конкретно. Ну, сейчас сказать, что это правильно, не только разговор. Я могу сказать следующее, что, естественно, что в одно и то же время может быть выпущены совершенно различные результаты труда, могут быть совершенно различные, в одно и то же время. Поэтому чистое время, никогда стоимость не может определять. Потому что в одно и то же время, значит, есть процесс, есть труд, как процесс, измеряемый длительностью, если же это надо труда, которые измеряются не длительностью, а штуками, полезностью, килограммами, то в одно и то же время можно сделать совершенно разные вещи. Можно вообще ничего не делать. Давайте разберемся с трудом, раз дошел до этого. Вы дальше хотите. Я хочу сказать, как получается цена. Как реально это происходит, как механизм, как получается из абстрактной цены стоимость, цена получается. Но если мы рассмотрим ту структуру цены, которую я сказал, в слагаем стоящую, то можно сказать следующее, что затраты на данном этапе, они являются константой, они пришли с предыдущего этапа, независимо от трактного труда на этом этапе, а просто пришли как константы к человеку. Предприниматель берет и записывает затраты, равны какой-то определенной вещей, константой. Зарплата, она тоже константа, потому что он знает, что он платит рабочему по договору. Значит, из трех слагаемых, это неизвестно только одно, прибыль. Ну, в эту прибыль определяет предприниматель, с экспертным путем, а потом рынок его, так сказать, правит в той или иной стороне. Ну, в общем, в этой форме получается действительно единственный нечестный параметр, это что? Это прибыль, которая действительно зависит от спроса и предложения. Но два параметра есть константы, а прибыль, независимая его, так как мы туда вообще, на данном этапе, потому что они известны. Мы это отсутим. Дальше, следующее. Значит, только от прибыль. Разве она зависит от того, тоже нет, а только от спроса и предложения. Теперь, значит, как цена появляется. Две первых константы известны всегда, третья константы определяется рынком. Ну, все, вот он, получается цена. То есть, она из абстрактной вишины превращается в конкретную. Да, с помощью рынка. Именно с помощью рынка, да, разделяется. Но в этой структуре цены две константы известны. И все три константы от абстрактного туда вообще не зависит. Ну, что еще сказать так. Значит, такой подход к стоимости вообще позволяет просто ответить практически на все вопросы, которые мне известны, которые обсуждаются в кругах, которые интересуются этой проблемой стоимости. Например, очень часто задают вопрос. Скажем так, вот при простом товарном производстве, когда еще капитализм, так сказать, не развит, а был только обмен, денежной формы не было. Откуда прибыль появлялась, раз люди меняют товары, вроде бы по теории трудовой стоимости должны быть, это самое, равны по труду. Так откуда берется прибыль, раз меняется один труд на другой равный. И ответа нету. Все, те, кто пытаются на него отвечать, конечно говоря, по-моему, просто занимаются поступорожными разговорами. А я отвечаю очень просто. Просто, когда происходит обмен по комплексу факторов, то, я уже повторюсь, человек, который проигрывает по количеству труда вложенном товаре, он выигрывает в другом. В другом факторе. И поэтому этот фактор может привести в будущем, в недалеком, после приобретения этого нового товара. Его материальная прибыль будет заключаться в чем? Не в выигрыше в труде, а в выигрыше каких-то плюсах, которые он получает для дальнейшего своего материального состояния, плюсах для дальнейшего развития его предпринимательской деятельности. То есть он получает плюсы. Каждая сторона получает плюсы. Независимо от того, что труд в каждом товаре не является равным, а тем не менее прибыль получает каждый. Ну вот, я, значит, в заключении этого, как бы сказать, этого тезиса, скажу, хочу следующее. Подчеркнуть, что общество, смотрите, как вот конкретизировать, вот, значит, процесс. Общество создает товар, характеризует свой качественным комплексом, который является СЦК, то есть стоимость, комплексность, ценные, комплексные. Зачем происходит мультиризация качественной субстанции? Качественная субстанция является сама комплексная стоимость, равная фактор туда, фактор пользы, плюс другие факторы. А количественная, значит, стоимость имеет две субстанции. Первая, это качественная субстанция, которая, так сказать, в голове сейчас образуется и количественная субстанция, которая является ценой. И цена эта преобразуется путем восхождения из абстрактной стоимости к конкретной. Ну, как я уже пытался рассказать. Человек принимает любое решение, в общем-то, обобщая свою разум массой информации, которая может быть качественной в частности в данном случае, и не имеющей общей размерности. Именно разумный человек на свое абстрактного и конкретного мышления позволяет суммировать в своем мышлении и сознании факторы, которые не имеют в обычной жизни единых измерений. Как я уже должен это сделать? сделано. Наверное, наступит такой момент, когда люди создадут искусственный интеллект и поймут, как же работает сознание человека. И они поймут, каким образом чувства и ощущения измерять. Измерять. Наверное, для этого потребуется измерение типа инфорционных, байтов, что-нибудь. То есть, любое чувство ощущения, которые вызывают разные размерности в сознании человека, будут оценены, допустим, в количестве байтов. То есть, даже стоимость ценность компрессная, которая в обычной нашей жизни в настоящее время не может быть оценена и может быть воспринята только как абстрактный компресс, не количественный, а только качественный, в будущем, я думаю, когда будет создан искусственный интеллект, может быть сощитом количественно определен конкретной ветчиной. Теперь, значит, вот такая проблема тоже, которая стоит до сих пор, а это называется трансформационная проблема, которая возникла в теории трудовой теории стоимости в марсе в начале в первом томе он определил, что обмен идет по стоимости, а в третьем томе он определил, что обмен идет по ценам производства, которые не являются стоимостью, а то вокруг не околеблись. И является, и должен был обрядить, доказать это с помощью, так называемой, решения, так называемой трансформационной проблемы. Это значит, что это проблема? Это значит, надо решать два условия. Это нужно было решить ему, он выделил два условия для решения. Это сумма стоимости равна сумме всех товаров, сумма прибылей равна, сумма прибавочной стоимости равна стоимости всей прибыли. Ну, в масштабе, верно. Никто до сих пор этого не доказал, и более того, складывается пешней, жал, это вопрос надуманный и никогда не имеющий решения. Он, как бы, не по творчеству занимался. Вот, в моей, вот, комплексно-факторной активной стоимости эта проблема просто не стоит. В связи с тем, что всегда и при постом товарном производстве, капиталистическом производстве обмен товаров и сделка происходит строго по комплексу факторов. Поэтому не надо, так сказать, не было разницы в процессе обмена ни в простом производстве, ни в капиталистическом и в нынешнем. Где всегда действовал комплекс факторов и действует по ныне, и стоимость сюда выступала единым и никогда это, так сказать, единым, значит, личиной. И хоть трансформационной проблемы в этом плане нет. что еще можно сказать? Горс-хватт или еще оставить? Что есть, то и говорим. А, все хорошо. Нет, мы можем обсудить то, что вы сказали. Давайте завершу лача. Следующий. Ну, я сказал вам, что по моей теории стоимости эквивалентный обмен это другой эквивалентный обмен нежели трудовой теории стоимости. Эквивалентным обменом является только тот, который значит, любой, который произошел. Что же возникает, может вводить этот вопрос. А как же так? Ведь всегда эквивалентный обмен считался как справедливым. Вот если он по правительству труда, тогда он справедлив. А если не равен труду, то он не справедлив. Вот тут, по-моему, совершенно неправильно связываются два вопроса. Одно дело эквивалентный обмен, другое дело справедливости. Комплексно факторами трудовой стоимости у меня значит, эквивалентный обмен определяется любой произошедший обмен, по комплексу факторов. Но не каждый эквивалентный обмен может быть справедливым. То есть обмен произошедший всегда эквивалентен, но не каждый является справедливым. чтобы понять такой справедливый обмен нужно рассмотреть другую работу, которая называется нормандом, где определен критерий справедливости общества как равенство накоплений собственников средств производства несобственников. Вот если в обществе будут происходить обмены по комплексу факторов эквивалентные произошедшие, они будут справедливы все, тогда, когда общество будет иметь критерии справедливости, равные равенство накоплений у собственников и несобственников. Ну, из-за того, что я сказал, я могу завершить следующим. Что вообще стоимость это, не говорю, ему уже этому вопросу много, даже тысяч лет, абсуристотизм начали, да, и до сих пор это значит, все будируется, говорится, а на самом деле, на мой взгляд, на мой взгляд, я, по-моему, в своей работе это показал, да и практика жизни показывает, что сам вопрос стоимости не имеет практического значения никакого, так как оно нигде не используется в практике экономической жизни системе общества государства. Оно, понятно, человеку почему она не задумывается. В первую очередь нам идет потому, что ему хочется понять пружины, которые определяют как мыслящему человеку, хочется понимать механику этого дела, пружины, которые приводят в движение причинно-следственную связь от параметры обмена или цена такая, а не трогая. Почему один товар так видимо и цена другой в такой пропорции. И в этом плане, конечно, размышление о стоимости оно полезно и нужно. Но сама стоимость, если вот считать, что моя работа, я позволю себе соглашаться, я считаю, что она во многом закрывает все эти непонятности в вопросе стоимости, но окончательное даже решение, а я считаю, что моя работа, еще раз прошу меня правильно понять, моя закрывает эту проблему, но даже закрыть этой проблемой не и не нужно ожидать, что оно приведет к каким-то преобразованию в экономике. Она чисто познавательная задача как человек должен понимать причинно-следственные связи, приводящие к параметрам мобильного. Я считаю, что я достаточно подробно это осветил и логично. А вот чистый вопрос сразу же возникает. Вот диван, на котором вы сидите. мы знаем, что он весит допустим 100 кг. Что это значит? То есть это означает, что в нем кладем одня дивана на другую кусок гели железной и взвешиваем его. Таким образом получается, что вот такой разнообразный ни на что не похожий диван, такой фигурный с кожей что-то оказывается его масса воплощенным абстрактным объемом железного. А почему бы не сказать, что масса этого дивана является комплексно-факторным параметром? Ведь оно же комплексно-факторное. Согласитесь, он же кривой, он такой же всевозможный. В чем эта ситуация отличается? От стоимости. Но тем не менее, мы всегда говорим, что масса это его некий кусок железа, который в нем абстрактного облачен. и почему-то, когда мы говорим об этом в случае массы, измерения массы, импульса, чего-либо угодно, подобный подход проходит. А почему вы полагаете, что, когда мы говорим, что стоимость вещи абстрактной тут, то ровно такой же аналогичный подход не проходит? И тут вы говорите комплексно-факторный, комплексно-факторный, как он называется? А комплекс-факторный, да? Комплексно-факторная теория стоимости. здесь тоже комплексно-факторная теория стоимости. Ведь у нас, казалось бы, все тогда становится комплексно-факторным. И масса, и объем, и размер, и весь мир у нас становится комплексно-факторным. Никакая физика, и ничто остальное невозможно. Потому что у нас все комплексно-факторное. Ни салинные... Масса дивана Я хочу сказать, что вы сказали, что масса дивана комплексная и факторная, нет подвига. Подвиг есть, когда вот такой сложный диван, равен вот такому куску железа, вот такому таблиуму железа, то есть такой гирю. Не только, я думаю, что у меня три составляющих в комплексе. Три составляющих, это факторы труда, факторы пользы и другие факторы. Три фактора. Каждый из них может быть комплексный. Тоже комплексный. В том, что стоимость вещей является воплощенным с фактором трудом, в этом есть подвиг. О том, что сказать, что он сложный и комплексный, и трехфакторский, подвиг это нет. Я бы сказал, что он состоит сложно. Значит, во-первых, что такое стоимость? Стоимость это то, что равно в товарах. А прежде чем, что равно в товарах? Что равно в товарах при обмене у куска железа у дивана? Что равно в товарах? Ну. Вот. Потому что оно равно в товарах, а оно не только труд. Когда мы массу высавливаем, они не в железе. Если мы массу сравниваем, мы справим стоимость. Так вот понятно. Так а чем стоимость, я говорю, отличается от импульса всех остальных вещей? Тем, что... Все остальные, остальные штуки, у нас есть вместо подвигу, когда очень сложный диван. Ну, нету пользы, нету пользы. В диване нету пользы. Вот, непосредственно. Польза только в голове и в желании человека. А в диване нету пользы. Тем будет вкусное железо. Непосредственно пользы нету. А в пользу же, казалось бы, стоимость никак не зависит. Ну, вот, например, возьмем какое-то магическое лекарство. Например, Делек. Люди, те больные миелликозом, раньше, еще 15-20 лет назад, были обречены очень местными рамочами. Теперь берешь этот Делек, значит, он за какие-то деньги, и человек может жить до 90 лет, 50 лет из них больные миелликозом. То есть у вас есть препарат, который обладает для этих людей бесконечной потребительской стоимостью. Бесконечной, да? Ну, а сколько он будет стоить на интернете? Он будет стоить бесконечности? Нет, он не будет стоить бесконечности. А почему? А потому что, если он будет стоить, скажем, чуть-чуть выше стоимости его производства, чуть-чуть выше, набежит большое количество людей, которые этого Глебека, его дженериков, наделают очень много. Ты думаешь, что он для больных миелликозом обладает бесконечной потребительской стоимостью, его миелликозная стоимость будет ничтожена. Сколько стоит он синтезировать этот Делек? Ничтоженые входят, все, все, все. В другие факторы входят. Нет, ну, и спрашивается, что стоит этот Делек? Сколько он будет стоить, этот Делек? А стоит ли он будет столько, сколько нужно затратить труда на добычу сырья, где его было? И только тогда он получается воплощенный, абстрактный, не больше ничего. По форме контракты, плюс зарплата, плюс прибыль. Примерно в этом районе. Мы видим таким образом, что у нас стоимость вещи колеблется вокруг примерно, и труда потраченного на ее производство. И ее бесконечная потребительская стоимость, я отключился, говорю, чтобы показать, что бесконечная потребительская стоимость Глебека, она здесь абсолютно не включена, только стоимость. Конечно, это сейчас не так, потому что путем мощного репрессивного аппарата Глебек можно производить только одной фирме, которая его придумала, а все остальные, это можно будет только с следующего года. Поэтому ясно, что его курс месячный стоит 2000 долларов, допустим. Но как только этого мощного парада не будет на медленный момент, набегут все остальные, то есть Глебеки, и стоимость Глебека упадет до стоимости Глебека. До стоимости Глебека упадет до стоимости Глебека. Когда у вас нет откровенного бандитизма, когда у вас есть свободный рынок, и в этом свободном рынке, тогда у вас получается, что стоимость вещи определяется исключительно обстатным трудом, который потрачен на ее производство, пока не происходит две века. Давайте с трудом разберемся. Вот лежит камень на дороге, никому он не нужен, он ничего не стоит. Правильно? Когда у камня возникает стоимость? Не на рынок поступит? Нет, не на рынок поступит. Если в него вложен какой-то труд, кто-то его поднял, куда-то перевезли, то есть то, что вы называете затратами. Когда в него вложили затраты, то этот камень в любом месте начинает что-то стоить. То есть в природе существует много минералов, всякого рода всякого полезности, но они ничего не стоят. Можно пойти собрать грибы, собрать ягоды, они ничего не стоят, ты можешь сами пойти и все это собрать. Они начинают стоить только тогда, когда человек идет, вкладывает свой труд, вкладывает туда затраты, связанные с транспортировкой, с упаковкой, с хранением. Хорошо. И только тогда возникает стоимость. Вы вопрос задаете? Да, просто вопрос в чем состоит? Это означает, что стоимость возникает у всякой природы целой только когда в него вложен труд. Это изначальная постановка вопроса Макса. Стоимость возникает только и тогда, когда вложен труд. Если труд не вложен, стоимости нет. Гриб, находящийся в лесу, ничего не стоит. Гриб, который кто-то собрал, привез, упаковал, в магазине стоит денег. Один и тот же гриб. Вот вы мне объясните, в чем разница состоит? Разница состоит по Марсу в труде, а у вас в чем разница? Я тоже в труде. У меня есть факторы труда, полезности и другие факторы. Пожалуйста, мне эти факторы, мы возмещаем, что у вас все эти факторы не имеют монетной метрики. Почему не имеют? А какой фактор полезности и какой они не имеют? Нет, подожди, Игорь, подожди. Логику, давайте тогда просто не будем. Хорошо, вы согласились с ним. Монетная метрика у фактора полезности. Это ощущение человека. Ты торопишься, ты перескакиваешь, и поэтому не понятно, что происходит. Я присажу в магазин, и там какой-то предмет стоит для определенного рода денег. Где здесь в этой штуке у фактора полезности и монетная метрика? У больного амилоникоза, Гривека фактически, препарат, который позволяет ему жить, он обладает бесконечной метрикой, если она возможна. Но, на самом деле, это не так. Гривек никогда не стоит. Гривек, без примеров, можешь сказать, что ты хочешь сказать? Я сказал, что потребительская стоимость, так называемая, не обладает и монетной метрикой. Ну, правильно. Но у меня вообще нет потребительской стоимости как такого. У меня есть стоимость как единая. Да, но вы же выделяете мне разные вещи. Это означает, что ваши все-таки слогаймы должны обладать и монетными метриками. Давайте просто до слогаймы еще дойдем. Вы торопитесь. Просто суть вопроса состоит в том, что какой-нибудь природный минерал или грипп, или что-нибудь иное приобретает стоимость, когда в него вложен труп. И никакого другого способа возникновения стоимости не существует. Отсюда у Максова возникает логичный вывод, что стоимость товара связана с трудом. Вопрос в том, что значит, не существует. Я же и спросил у вас, вот этот грипп, который в магазине лежит, и грипп, который растет в природе, у него разница какая? Я сказал, я считаю, что разница только в труде, которую в него вложен, плюс затраты. Хорошо. Допустим, я привел человека в лес, случайно встретился в лес, и продаю ему грипп, который я только что сорвал. Какую стоимость имеет этот грипп? Я никуда не вез его, а вот он был у меня здесь и сорвал. Я его сорвал и продаю. В зависимости от того, на самом деле, понимаете, вы переводя это на пример, думаете, что что-то вы сказали. В зависимости от того, вокруг есть другие грибы, такие же или нет, он войдет и точно такой же грипп найдет. Зачем ему нужен ваш грипп? Если он может взять этот грипп просто пешком? Я считаю, что нет, вот такой этот грипп. Это же вопрос об уникальности. Этот пример все запутывает. Вот ваше слово комплексное, оно немного запутывает вопрос. Давайте вот как бы просто обсуждать. Вот есть природный минерал, который никому не нужен, валяется. Вот этот же минерал добытый, да, и поставлен на определенное место, да, как-то очищенный и прочее, который становится нужным. Разница в чем между ними состоит? По-моему, разница только в труде вложена в него. И в затратах. Но затраты просто это отдельно. Но самое главное разница, что в него вложен труд. И стоимость возникает только благодаря тому, что в него вложен труд. Потому что этот же минерал, он же где-то существует, вот там, как ни лопатый, ты богатый, да, бесплатно. Если мне не нужен, нет, а фактор пользы вы отметаете? Фактор пользы, но потом обсудим. Фактор пользы, вы можете, можно грибы собирать. Лечь идет о том, что фактор пользы. Я просто хочу сказать, как возникает стоимость. Понимаете, стоимость возникает из труда. Стоимость возникает в голове человека. Пускай в голове человека, в голове рыбу возникает, это не важно. А масса, масса диванов, она тоже в голове человека возникает? Да? Нет, масса не в голове человека. А оценка, ее роли, возникает в голове человека. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты просто уходишь в сторону, и самое главное, что пример неудачника. Суть вопроса в чем состоит? Давайте я свою логику немного дальше расскажу. Допустим, мы говорим о том, что стоимость возникает из труда. Тогда какая проблема возникает перед Максом? А перед Максом возникает проблема не какой-то абстрактного труда и прочих всех разговоров, потому что это есть не что иное, как попытка просто теорию построить. Если мы все теории как бы отбрасываем и просто пытаемся смысл понять, о чем идет речь. Он говорит, а вот смотрите, на рынке товары обмениваются. Иначе говоря, по факту на рынке люди приравнивают свой труд. Неважно, есть абстракт. Подождите, подождите, потому что комплекс факторов, это же только слово другое. Почему? Потому что вы не можете объяснить, в чем этот комплекс состоит. Я же сто раз говорю, но пользу и пользу одновременно. Человек, когда оценивает уложенные труды, труд вложенный в свой товар, и в товар, на котором выкачиваете, он одновременно оценивает и пользу этого товара, который он покупает. Он одновременно оценивает и влияние государства. Стоит 50 продавцов одного и того же товара, как он оценивает пользу? Он не оценивает пользу, он выбирает тот товар, который стоит дешевле и который по качеству ему соответствует. Одинаковые товары. Стоит 50 продавцов с одного и того же стула. 50 продавцов стульев стоит. Все стулья одинаковые. Как он оценивает? Причем есть потребительская стоимость. Если он выбирает из них, он ориентируется на цену, которая на самом деле, эта цена может быть у этих 50 продавцов разной. Он будет выбирать то, что дешевле. Мы говорим о стоимости. Сейчас мы говорим о стоимости, а не оцениваем. Вот видите, я просто высказал смысл. Еще раз говорю. Первая мысль состоит в том, что лежит камень и грипп растет в лесу. У него возникает стоимость благодаря тому, что кто-то усобрал, кто-то камень обработал и привез куда-то. Это первая мысль. Вторая мысль. Без всяких теорий выбросили всю политэкономию в ведро. Без всяких теорий. У нас есть опыт. Люди как-то на рынке, как вы говорите, они умудряются найти какой-то компромисс и обменивают товары друг к другу. Не важно, на самом деле, как они это делают. В голове у них там выросло. Они там по звездам это посчитали. Это не важно. Факт. Феноменологический факт. Есть просто. Вот мы наблюдаем на рынке. Мы не знаем никаких теорий. Просто встали, глаза открыли и вдруг видим. Люди берут и разные совершенно предметы. У одних там стулья, у других грибы, у третьего там еще что-нибудь. Морковка. Они раз и обмениваются ими. Допустим, нету ни денег, ничего нету. Мы просто на самом минимальном уровне находимся. Объяснить надо вот эти два фактора. А не пытаться там перевязываться к Марсу. Надо объяснить, почему возможен обмен разного. Я объясню. А с другой стороны, как возникает стоимость. Вот эти два фактора надо связать. Понимаете? И Марс их связывает тем способом, что той меры единой, на основе которого обмениваются товары на рынке, есть не что иное, как вложенный труд. Вот вся мысль марша. Все остальное это слова. Все остальное это просто... Все эти дома там, капитал, они посвящены только одному этому, да? Ну и там еще про прибавочную стоимость это просто отдельный разговор. Вот как возникает весь разговор. Все остальное это просто слова. И надо объяснить именно эти вещи. А не пытаться там придумать какое-то новое... Вы думаете, придумали новое слово комплексное? И что-то изменилось от этого. Люди все равно обменивают. Знают они, как правильно... Вы же правильно говорите? Знают они о теории стоимости? Не знают. Они все равно стоят на рынке обмениваться. Я не придумал. Я просто отразил то, что есть в жизни. Я понимаю. В жизни так и есть. Но только вопрос теперь ставится так. То, что можно ли на основе вот этого наблюдения построить теорию стоимости? Или нельзя? Вот как вопрос-то ставится. Я считаю, что ее... А вы на самом деле так и остались на этой изначальной позиции педагогической, что есть некоторые фактические обмены, где разные сущности обмениваются на друг друга. И все. А меры типа... Ну вот, можно... Выложить компьютер... А на каком основании я считываю? Ну неизвестно. Да потому что у нас комплекс-фактор. Да и все. Это не объяснение. Комплекс-фактор. Ну а что? Комплекс-фактор что-то объясняет что ли? Слова? Комплекс-фактор. И тысячи лет назад было так. И всегда это было. А когда у нас труд... У вас... Труд это один из факторов. Нет. Когда у нас на основании труда, это что-то объясняет. Точно так же, как я... Ну ничего не объясняет. Как свой любимый диван рассказываю. Что вот про этот самый диван, хоть он очень неудобный, он весит определенным объемом жилья. По-моему, труд ничего не объясняет. Потому что при равном труде, при равном труде, могут созданы совершенно разные стоимости. Разные результаты. Может быть ничего не стоит. Результаты. Подождите, 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 подождите. Во-первых, во-первых, почему же вы настаиваете, что труд есть, так сказать, эквивалент? Владимир Игоревич. Владимир Игоревич. Вопрос так ставится. Никакого равного труда нет. Мы нигде не видим. Подождите. По-чему, объясняем. Есть только два фактора. Что труд какой-то вложен. Никто не знает, как свой труд приравнять к труду другого. Вот есть труд, допустим, какого-то менеджера высшего звена. Он там получает почти миллион долларов. И труд моем. Понимаете? Я сижу, допустим, тоже за компьютером где-то какой-то фельдик, 30 тысяч получаю свои бедные. Казалось бы, может быть, у нас труд, в смысле затраты человеческой энергии, мозговой энергии и прочее там, да? Энергии одинаковые. Но, тем не менее, он получает по счету больше, и его труд больше оценится, а мой меньше. Я объяснил почему. Не-не-не, не надо объяснять. Вопрос поэтому приравнивается не труд. Как вот вы думаете. Никакого? Подождите. Я так думаю, что приравнивается труд. Еще раз. Никакого? Я сразу дошел, что не труд приравнивается. А кумбис-фактору? Это все понятно, что вы сказали. Я просто объясняю на самом деле. Вы говорите другое. Нет, вы просто говорите, что якобы есть какой-то труд, который приравнивается, и люди знают этот труд и приравнивают. Так Марс говорит. Нет, так не Марс. И так определяется эквивалентный обмен. Давайте я выскажу просто сначала. Мы с ума Марс так не говорит. Марс говорит, что есть факт обмена товара. Из этого факта следует, что люди тут свой труд приравнивают. Вы просто логику причины и следствия переставляйте местами. Факт состоит в том, просто опытный факт, что люди по факту на рынке приравнивают свой труд. А не так, что заранее труд равен, и они как-то мистически его это равенство знают и на рынке обмениваются. По факту они труд приравнивают. И надо объяснить, как это возможно. Понимаете, как возможно разные сущности на основании какой-то одной меры соизменить. Соизменить. Это мера только в сознании человека. Еще раз. Это мера в сознании человека. Но! Почему вообще возлить не деньги? Здесь вот как бы Марс очень важно начинает разговор о деньгах. Именно деньги. Есть та мера, благодаря которой люди могут ощутительно. Не просто, как вы говорите, в голове, а вот прямо буквально на руках. У механизмов так образуются деньги. Не-не-не. Механизмы... Абстрактные стоимости. Механизмов много. Пока мы на уровне того, что теорий никаких нет. Пока мы просто пытаемся феноменологию объяснить, что получается. Так вот этот труд, который неизвестно, у всех людей он разный. Кто-то быстро работает, кто-то медленно работает. У кого-то голова шарит, у кого-то ноги быстрые, у кого-то руки быстрые и прочее. И соизмерить невозможно. Все люди разные. Но можно соизмерить на самом деле. Не можно соизмерить, но по факту на рынке мы это делаем. По факту. На рынке по комплексу факторов. Не важно. Мы пока без теории. Мы пока без теории. Я понимаю, только мы пока без теории. Нет, ну дальше уже рассуждать бессмысленно. Нет, суть вопроса в чем состоит? Если вы утверждаете, что обмен на рынке происходит только по труду, тогда... Я не утверждаю еще. Вы просто говорите. Вы уже несколько раз сказали, что обмен на рынке происходит по факту труда. Мне просто сложно вам высказать мысль, потому что вы как бы вот уперлись в какие-то слова. Давайте без слов пока. Без каких-то нету ни марс, ни вашей теории. Вы отказываете от вашей ситуации? Я ничего не отказываю. На рынке происходит обмен по факту труда. Но только это надо объяснить. Нет, я от этого не отказываюсь. То есть вы на этом настаиваете? Только фактор... Почему мне это приехает, так сказать, я вам говорю другое, что обмен по труду, это только один фактор. Который... Да я понимаю. Понимаю. Только слово фактор... Почему вы отказываете? Я не понимаю вас. Ну вот я вам не возражаю. Исходяйте, давайте пока теорию отбросим, начнем с того. Теория. Я просто в ваши слова утыкаюсь и начинаю говорить. А вы не утыкаетесь, вы попытаетесь мысль понять. Я говорю, пытаюсь мысль высказать. Мне все равно слова. Я могу другими словами. Я могу использовать ваше понятие комплексности. Это все равно. Ну вы сказали, что обмен на рынке происходит всегда при равенстве труда. Это ключевые слова, понимаете? Я просто сейчас хочу это объяснить. Все правильно. Я это высказал, но я хочу сейчас вам это объяснить. Потому что у вас получается наоборот. Сначала какой-то абстрактный труд у людей в голове, а потом почему-то на рынке взлетает конкретный обмен. Вы же мы просто слушали. Вот у меня написано в своей рамоте. Я вам прозитирую просто. Нет, вы послушайте секундочку. Хорошо, давайте. Очевидно или нелепо представить кого-либо за всю историю человечества, кто произвел бы обмен или куплю продажу, руководствуясь принципом «обмениваясь исключительно по равенству от аркту труда». Правильно. Условик? Правильно. Нет таких людей? Нету. Нету? Да почему почему нету? А вы мне же вы хотите сказать, что я этого не говорю? Да мне не важно, что вы... Так я просто говорю, что вы говорите. Понимаете? Вот дайте, потому что я вам просто факт обманю. Нет, вы против этого, что я засчитал, возражаете? Я могу. Я не возражаю. Да. Тогда к чему мне нравится? Вы пытаетесь, вы пытаетесь на словах играть. Давайте вот просто без слов. Ну вот так вот. Магрислов невозможно. Магрислов невозможно, но мысль, пытайтесь мысль понять. Понимаете? Так мысль. Ваши слова... А если вы думаете, что если вы будете сотрясать воздух и какие-то слова в виде... Нет. Но ваши слова кончаются в следующем. Обмен на рынке происходит по равенству труда. Вот вот. Это будет вывод. Это будет вывод. Но до этого вам нужно дойти. Потому что у вас труд стоит... Вы считаете, что Марс... Как вывод? Ваш вывод? Да. У меня там вывод. Я вам хочу показать, что у вас вывод... То есть вы настаиваете на том, что Марс был прав, что обмен происходит только по равенству труда. Вы с вами вы это хотите сказать? Что Марс был прав. Абсолютный. И обмен всегда происходит по равенству труда. В этом вы сказали. Нет. Обмен... Обмен происходит в среднем по равенству... В среднем. Мы говорим об обобщенной стоимости. В среднем. В среднем происходит так, да. Я могу вам что сказать, что никакой стоимости кроме выраженной... Нет, вы хотите сказать, что админ происходит по равенству труда. Сказать, это же... Мы же здесь не диалоги занимаемся, я пытаюсь объяснить. То есть вы не согласны с тем, что я... Вы только что согласились с этой фронтой, которую я вам зачердал. Я согласен с профстрактным трудом, потому что никакого профстрактного труда не существует. Ну, неважно. Существует, всё хорошо, реально существует. Я вам бы зачитаю, пожалуйста. Просто по факту там труда. Очевидно, не представить кого-либо за всю историю человечества, кто производил бы обмен на них крупный продаж, руководствует принципом обмениваться исключительно по факторам труда. Нет таких людей. А вы считаете, что есть? Я так вас понимаю. Это вы хотите мне сказать? Все ваши рассуждения кончаются словами, что обмен на рынке происходит по равенству труда. У меня вот написано, что по факторам труда не обмениваются на рынке. А на рынке производится по комплексу факторов, куда труд входит только одним из факторов. А кроме него есть масса других. И нет таких людей, кто приходит на рынок и обменивается по фактору труда. Нет таких людей. Похажите мне на кого хотят одного. Нет. Они приходят на рынок и ищут ли дешевле. Ну правильно, ищут. Да. Ищут ли дешевле. Ищут до определенного момента. И когда они находят, например, до такой вещи. А вдруг оказывается, что одна цена, предположим, одна цена находится. Тогда они смотрят, а могу ли я бедные вещи обойтись? Да. Могу я обойтись? Тогда я не буду покупать. Нет. Я вижу, что мой труд, вложенный в деньги, в товар, больше, чем продавая ему мне, я не буду делать. Я ушел. И он говорит, да, труда-то я потратил больше, чем тот товарищ. А как он изношу? Интуитивно. А, интуитивно. Высоцветный смех ваш. Интуитивно он это что-то смог оценить. У вас труда абстрактного нет, он интуитивно, он труд определил, что у него больше. Как он это определил-то? Как? Так вы же сейчас, только что минут раздавал, отрицали от наличия оттаркнута вообще. Нет, я же говорю о том, что факт есть. Факт обмены есть. И в обмене по факту приравнивается труд. А никакого другого труда, который вам, как вы говорите, в голове не будет. По факту приравнивается кумплекс факторов. Ну это вы говорите так. А вы говорите, что приравнивается труд. Вот грипп в лесу и на рынке, в чем отличается? Какой комплекс? Расскажите, какой комплекс есть в гриппе, который находится в магазине? Вот я могу пойти и собрать грипп... Ну что, только единственный труд. Обезатраты, которые... Не только труд, почему? Что еще? Как еще комплекс? Я же смотрю, грипп-то дорогой, я его не покупаю. Или я смотрю, он дорогой. Но я хочу его съесть. Мне хочется его съесть. Он придет не в полю. И я его покупаю. Хотя он здесь знаешь, он дорогой. И я его покупаю. Несмотря на то, что вы вроде как бы максимум цитируете, вы даже разницу по потребительской стоимости и стоимости... Ну я понимаю, это абсолютно вся ваша проблема. Потому что никто не оценивает товар по потребительской стоимости. На рынке обмениваются стоимости. Стоимость? Правильно. А почему он не входит в той стоимости? Нет, подождите. Потребительская стоимость входит в стоимость? Вопрос в том, что входит в процент у человека, когда он покупает товар. По процент у человека входит многофакторный. 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 Правильно. Днем на hear to say that. А почему просто зас pedir на груди? Да потому что в науке это ровно сколько оно, сколько вне измерений, то сколько вне математике. А вы пытаетесь эту... У вашего в итоге получается вывод такой? Что теория не состоятельная, потому что ничего не делать нельзя? А вы не можете сказать, что стоимость измеряется? У марша сélка не измеряется стоимость? Стоимость измеряется... Она измеряется. А у него тоже абстрактна? Она не измеряется и никто до сих пор ее не нашел и не измеряется. Все ты говоришь. Есть факт состоящий в том, что нарядка.. Стоимость приравнивается. Стоимость приравнивается. Это означает, что они измеряются. Правильно, измеряются. Все свои позиции высказали. Я вам могу написать, что написано. Стоимость на то, что равно у товаров при обмене и купе-продаже. Потому что вы все уже уходят по ходу. Они равны. То есть равно. Вы утверждаете, что это труп? Все. Компресс-вактор, кровь и труда. Вы высказались, чтобы не ходить по глобу. Каждый же высказал свою точку? Да, я высказал. Сколько, чтобы не тянуть? Как мне это скажете? Да, пожалуй. Могу только повторить то, что я сказал в конце своего выступления. Думаю, что... Ну, я могу сказать следующее. Я надеюсь, что все-таки со временем больше народу и людей поймут, что реальный обмен происходит. не только по факторам труда, по факторам труда, а при этом люди, обменивающиеся и совершающие сделки, учитывают в своем сознании и массу других факторов, которые действуют в обществе и оцениваются люди на уровне сознания. Пройдет то время, когда будет создан искусственный интеллект, и это мышление будет оцифровано и будет четко определена. Та величина, которая сейчас является абстрактной и качественной, ее будет возможно разделить на информационные блоки, измеряемые, допустим, в байтах. Тогда, я думаю, скоро эти закончатся. А на мой взгляд, теория моя комплексно-факторная отвечает на все вопросы, которые возникли и возникали раньше применительно к стоимости товаров. Хорошо, спасибо.